Дорогие братья и сестры, тема нашей второй беседы была заявлена «Достоевский и Толстой». «Два взгляда, а истина». Он истинный большой буквы. По истине это, конечно, верующий любовь, призывание. Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, который в Евангелии говорит о том, что Он есть истина, и путь, и жизнь. Но если с Достоевским еще относительно все понятно, это действительно тот класс, который благодаря тому, что он обратился к православию, бьет, что называется, православие с его личными людьми, тем самым способствовал обращению к православию многих других людей. Надо же понимать, что, например, в советское время, в 70-е годы, где наши люди могут узнать о Евангелии, о молитве, о богослужении, о старцах, о церковном устроении. Только из председателя нашей классики. Поэтому многие люди, которые в 70-е годы, в 70-е годы, обращаясь к нашей классике, они верят в Бога. Конечно, на первом месте здесь стоит личность Годорова Толстойевского. Гоголя, как мы сейчас посмотрели, не совсем понимаем. Кстати, когда я защищал диплом по голове в семинаре, тоже был задан такой вопрос, что руководитель о том, что Гоголь самый православный из всех наших писателей. А как же Достоевский? И вот здесь надо понимать, что Гоголь наиболее просто последовательно ушел к православию. Все-таки Достоевский обладал очень многими страстями. Например, его игра в улетку. Это игрование. Это очень страшная страсть, потому что алкоголизм. И он на них просто сидел. Сидел на той пороге, когда однажды, проигравшись в руках, вышел и сказал, что все. После этого действительно, Господи обещали. Больше людей коснулся. Или, например, мы говорили о том, что у Гоголя фактически не было знакомых женщин и близких отношений. То есть, по сути дела, он проводил свободную жизнь. У Достоевского все-таки было две жены, там еще одна связь. Сопринами с собой. То есть, при всем предметом, конечно, это личность нормального масштаба. И саму, которую взял Достоевский, до сих пор для книги литератора, для написания мира, не вынесли. И его своим могут считать. И люди верующие в Бога, и люди не верующие в Бога. И люди воцерковленные, и люди вообще понятия не имеющие, а то, что такое церковь. Но понять самого Достоевского вне православия вообще бессмысленно. Есть очень много людей, которые действительно открывают место Достоевского. Ну, как бы, не видят в нем никаких вот таких вот, каких-то православных истин. Но сам Достоевский в своем книге писателя, уже накануне своей смерти, пишет такие книги и строки. Ну, не как мальчик же я ехал в его христа. Через большое горнило сомнений прошла моя осанна. Осанна Богу, это славословие Бога, это приход его к Нему. И вот поэтому этот учитель не как мальчик. То есть Достоевский стоит на очень гордых убеждениях. Начинает Достоевский вовсе не как православный человек. Он начинает как революционер. Причем он говорит о том, что, ну, скорее всего, там, Нечаев не стал бы. А Сергей Нечаев – это самый отвратительный тип русского революционера. И то, что делал он, пропагандировать террор, именно как метод борьбы с теми идеями, которые, казалось, тогда устали. Это, конечно, страшная вещь. Сегодня терроризм, он осужден сердцем в зону мира. Сегодня террористов страдает, ну, фактически, каждый народ в мире. Сегодня нет этих границ. А тогда вот именно террор, как политический метод борьбы, он только-только еще начинал. Нечаев его просили. Так вот, Достоевский говорит «Нечаевым», я не стал бы самим вот таким, как бы, отъявленным уголовником. Но! Нечаевца вполне много. И вот у Федора Михайловича, удивительный переворот его в душе, происходит тот момент, когда его осуждают на смарт-портазе. То есть все, здесь уже ходили. Его выводят на Семеновский плац, это место сегодня, где есть в Петербурге. Правда, там, на этом время, такая большая площадь. И там три столба. И по очереди к этим трём столбам подводят три по тройке. Их выводили, значит, Петрушевцев. Он тогда состоял в кружке Петрушевцев. Кружок был достаточно, ну, такой, как мы бы сегодня сказали, жительный. Ну, собирались они там, обсуждали что-то там. Мы обсуждали, конечно, с дружением царя, изменением политического курса российской двери. Ну, по сути дела, были безобидные ребята, потому что, в отличие от Нечаева, какой террор они были возглашены. И вдумайтесь, Петрушевцев приговорили к смертной казни только за то, что он в окружении Петрушевцев читал известное и сегодня рассмотренное нами письмо Белинского группы. То есть только за то, что он читал это письмо, с ним так и просто жёстко и жестоко поступили. Приговорили его к смертной казни. И вот перед тем, как он сам вспоминает это, перед тем, как его к этому слову подведут, там сначала подвели одну твой людей. На дерево жили пешок, на голову, ну, чтобы не видели, уже ручья были наготовы. И вдруг машин, когда не было, на коне, скачет садник и говорит, всё, приговорили к нему. Царь милует вас, и вместо этого вы подъедете на кадр. То есть жизнь была сохранена. Вот тогда Петрушевцев оказался изъявительный период. И тогда, еще будучи молодым человеком и уже начинающим писателем, не акти, конечно, там, какие-то мировые, все-таки вершины и произведения после кадра не было появится. Но, тем не менее, он уже писал такие замечательные произведения, «Бедные люди», например, которые сегодня актуальны. Вот, он тогда сознательно приходит ко Христу, что очень важно. Не просто к осознанию идеи Бога, не просто что-то там есть, как сегодня многие говорят, «Ну да, я говорю Бога, ну, конечно, что-то там есть». А что есть? Переосимовый там или что? Или всё-таки личность Христа. Вот Достоевский приходит к осознанию, что есть Христос, есть Новославная Церковь, есть Таинство. И через это он будет спасибо. Поэтому после гаторги, после того, как он десять лет, его лишили дворянского звания. Это теперь будет нищенство существование. Такой величайший властер, которого до сих пор сегодня мы признали величайшим гением, всегда нуждался. Но ждала себе семья. Он жил иногда просто в трогать. И постоянно вот эта вот рана незаживающая, постоянно писал, постоянно учился и его не понимал. Например, «Бесы» — гениальнейшее произведение. На пятьдесят лет человек предсказал русскую революцию, тех людей, которые эту революцию сделали, и те последствия, которые после этой революции будут в нашем обществе. За пятьдесят лет, в семидесятом году появляется предсказательное произведение. Те события на Украине, те события во всем мире, которые происходят сегодня — это все «Бесы» по Достоевскому. И вот когда «Бесы» вышли, для него писали «Сумасшедший», «Дурак», «Отморозок», вот такими прямопитетами награждали великого классика. А награждал кто? Опять же таки эволюционно настроенные люди, которые считали, что они как будто прокопились, сын в православе со своей бородой, что-то там пытается кому-то внушить. А вот после революции многие читали Достоевского, прямо говорили эту фразу «Случилось все» по Достоевскому. То есть пророческий дар бесспортно был ему данным. Так вот, в отличие от Достоевского, Лев Николаевич стал свой, а это тоже наш великий классик, и нельзя ворвать его, как иногда делают, тоже чертить его, а только красками. Это величайший литератор, который сказал о том, что неясное слово есть неясность мысли. Если человек говорит какой-то бред, какой-то сумятизм, прежде всего надо посмотреть, что у него в голове. Наверняка такой бред у него там, что у него в душе. То есть, и который оставил нам бессмертные, конечно, произведения, и все. Их можно, конечно, считать христианскими. Но то, что этот человек был восклик русской земли, русским православным, это неспортно. И сам он изначально превратился в лоне наших материнцев. А то, что произошло в этой точке страшных переворотов. Еще молодым человеком он напишет у себя в религии. Разговор о божественном перевере набил меня на великую громадную мысль, осуществление которой, я чувствую, всегда способно посвятить жизнь. Мысль – это основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. У Толстого возникает мысль переделываться в христианство. Мысль не новая, начиная еще с первых веков, когда в ограду церковную войдут многочисленные ереси, от которых церковь откажется предоснованиями. Вот этой мыслью сейчас еще будучи молодым человеком в эпоху Крымской войны, а офицером был шикарный, бесстрашный, настоящий лев, трансового победного конца, всегда был в авангарде всех боевых событий. Вот к нему приходит такая мысль. Создать новую веление, и меньше, и не больше. Вообще, натура, широта, это слово, это такая, на самом деле, громада, такой колосс и мыслитель, и писатель, и реформатор в каком-то смысле. Потому что он задумал провести военную войну, представляете, громадину, русскую армию, Российской империи, и поворотную. Он вдруг собрался в один месяц или два реформировать полностью. То есть широта, натура, она известна. Но вот с чем столкнулся Толстой? Он подошел к христианству с точки зрения, ну, ума, рационалистической попыток, описать те вещи, которые не поддаются рационалистическому объяснению. Например, кто из нас может до конца, даже богослов, сегодня объяснить тайну Пресвятой Довицы? А что говорят Святые Отцы? Да не объяснять ее надо, а любоваться надо этой тайной. Преклониться в благодоверие надо над этой тайной. Это тайна любви. Вот по этой тайне любви должен жить этот мир. А Толстой не понимал, ну, как такое? Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. И это не три Бога, а суть один Бога. Я их не понимал. Но если мы с вами чего-то не понимаем, это не означает, что это объективно не существует. Я вообще не понимаю это. Меня никак не думают. Как в атоме? В этой когда-то, оказалось бы, летели вычислиться целая жизнь, целый космос. Там еще есть и электро, там есть еще и электрон, и протон, и прочие вещи. Мы не понимаем, на что означает, что этого нет. И если даже не граф Лев Николаевич на стойке, если ты не понимаешь, что это творится, это еще не означает, что этот дом надо отменять. А многие домы на этом стойке в христианстве отменяют. Берет его две и два гормыша. Один синий, другой красный. Синим подчеркивает то, что, как он считает, ему нравится. Он принимает. То есть, на что он принимает? Что того такое Христос? Правда, это историческая вечность. Но это не Сын Божий. Он не творил никаких чудес. Он, конечно, не воскрешал людей, и сам он не воскрес. То есть, по сути дела, Христа, он не сводит на уровень учителя правственности, на уровень Будды, на уровень конференции, на уровень мгомеда. И поэтому, потом он придет к такому осознанию, что вообще, что такое Бог? Прямо будет такое айтийское понятие о Боге. Бог – это что-то такое абсолютное ничто. Это не личность. То есть, мы так в Иисус Бог обращались, как я помогал. Как вы ко мне в дьявол вступали? Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий помимо меня. И так далее. Мы ждем этого ответа. Этот ответ получаем. Многие за демилем Христос являются. Толстой ноль – это то, что бесполезно молиться. И такому Богу, которому тебя все равно услышали. И потом у него Бог уже сольется вообще с природой. Это такая мировая душа. Но вот эти все идеи здесь уже достойные олиминали. И как мыслительный, здесь очень слаб. Потому что до него эти идеи были высказываны. По сути дела, он не создал новую религию. Это такое социально-философское такое включение, то есть, такое направление. Потому что он что-то взял на пути, что-то христианство, что-то вот конфуцианство, что-то вот ислам даже. Ведь исламы тоже есть прекрасные вещи, замечательные. Одна из них, например, сказана таким вот образом – «Бог ближе к тебе, человеку, чем твоя сольная артерия». Вот берегите сольную артерию, и человек – это все сразу сможет. Это та артерия, которая питает человека, которая дает его жизни. И вот Бог, оказывается, ближе к нам, чем твоя сольная артерия. Удивительная вещь. Замечательная. И вот он так вот понавернул таких вот себе постулатов и стал это выдавать на горах. Это с большим усилием привело к его окружению. Его домашние. Его друзья. Он имел колоссальный артерий. Это уже был известный автор и «Войны, и мира» и «Анна Каримова». И поэтому вы знаете, что в 1901 году, в феврале месяце, церковь Анафимовского Толстого. И вот вы знаете, я всегда рассказываю про то, что Анафимов для Толстого – это не его личная трагедия. А эта трагедия для всех русских бутылок. Для всей великой русской литературы. И иногда даже маститый литератор, говоря, «Да при чем здесь русская бутылка? Он сам дурак, сам, значит, пошел по этому пути. Церковь Иоаннфимовского Толстого». Анафимов, это не проклятся. И вот этот миф, который, как и был, мы сегодня посмотрели, на самом деле, все это легко с точки зрения биографии даже показать. Так и здесь. Вот этот миф, который мы создали, что церковь протлила Толстого, что церковь навсегда там запретила молиться за него, что церковь отказалась от всего его наследия. Нет. Мы, церковные люди, читаем Анну Каренову. Это христианское произведение. Мы читаем Больдемир. Вообще, понять Мессию без войны и мира Толстого вообще невозможно. Без Толстого, без Иоанна Карениной, понять земель и русскую, традиционную историю вообще невозможно. И там много здравых идей, христианских идей. Но в дальнейшее произведение, например, Отец Северный, или Воскресение, где причастие называют похлёб. А Христа называют повешенным людей. Это что, на самом деле? Это даже не бы трудно, не просто, а для нас это, конечно, кощунственно. И поэтому здесь надо очень чётко понимать, ну что тогда сделала церковь? Во-первых, Толстой сам в своей доброй воле. Это есть у каждого человека. Он может либо войти в церковь, либо из него войти. В идеале в церковь, в нашу, по основному, очень трудно войти. Очень трудно. Вот сегодня человек хочет иметь таинство крещения. А вот ему бачка говорит, извини, не лёг. Он говорит, сейчас я заплачу тебе покрестишь. Нет. Заплачу, что с тобой на рынке. Огласительные беседы. Сегодня есть синодальное поделение подословление патриарха. Минимум две. Минум. Хорошо будет уступать какую-то возможность. Он говорит, что найти согласительные беседы. Многие думают, что это экзамен. Нет, конечно. Если сейчас не соревновать наших современников, они ничего не знают о православии. Даже спросить, что означает крестное знамение, почему три пальца, почему два. И это можно сказать. Элементарно вообще не знают. Об этом, кстати, писал ещё «Анкорштадтский». Не знаю Петровица, Христа, не знаю какие-то полуизнические премотивы. Туда идёт наш дом. В России. Это должна быть нужным к кресту. И вот поэтому согласительные беседы это попытка такая уже сегодня. Ну, показать человеку просто, что такое христианство. Что надо делать до крещения. Что надо делать после крещения. Какие молитвочки. Минимум. Вообще маленький. Месяц, как бы необходимо знать. Помочь ему немножко опателизировать. Так вот, древние цели согласительные беседы были не два дня. И даже не один. Кирилл Иерусалевский, известный отец древней церкви, мог готовить анлошебных, как это тогда называлось, анлошебных учить. Не притягивать. Это же удивительно. И как в таком церковь было войти? Конечно, в таком церковном раке. А вот выйти из церкви очень важно. Ну, вот вы завтра захотите поменяйте уреждения. Разуверитесь. Скажите мне, мне это не нравится. Кто вас будет уважать? Вы спокойно уйдёте. Совсем другое дело с сектами. Совсем другое. Войти туда. Достаточно. Войти туда. Достаточно. Легко. Потому что мы иногда православные даже виноваты в том, что наши братья и сёстры отворачиваются на православие. Человек горит. Вот он может быть единственный раз. Возгорел себе. Захотел. Зайти в храм. Ну, в мини-любке она ещё пока. Но она ещё не знает, как там, что было. Она пришла в храм. Ей нагрубили тут. Сказали, это вообще такая вся немасовная. Как это вообще смешат. И так далее, и так далее. Вот она вышла. Она пошла играть его уже. А там чай. А там кофе. А там музыка. А там объятия. А там любовь. И она видит, что у Христова истина не там, где упала. А вот здесь, в этой общинке. Она здесь остаётся. Но дальше может случиться очень страшная вещь. Она может оттуда не выйти. Либо выйти, но она подвали. И поэтому сегодня в Москве и Петербурге есть целые прям центры, которые занимаются реабилитацией вот этих людей. То есть из всех выйти очень сложно. То есть вот такой перегон даже существует. Поэтому в древней церкви к этому вопросу подходили очень с таких вот серьезных позиций. Сегодня мы пытаемся и практику как бы в современных условиях чтобы не было у нас номинарного христианства. Не было бы у нас просто вот этого покрещения, потому что что-то не болело. Чтобы в жизни всё сложилось. Чтобы человек правда не ходил по Христу. Так вот, Толстой, к сожалению, от Христа ушёл. Но церковь, как Толстого, не отказалась. То, что Толстой ушёл на церкви, это было понятно. Он стал пулить причастия. Мы уже показали на примере произведения Взвесения. Он стал пулить сына Божий, Господа нашего Суха Христа. Не принимать многие долги. Он создал свою Евангелие. И поэтому те люди, которые считали его мастиком, пустителем, философом, даже религиоведом, просто писателем. Они же не верили. Они же воспринимали всё это за честью монету неоднократно. Лучшие люди обращались к Владимиру Николаевичу. Говорили, чтобы послушать, дорогой Владимир Николаевич. Но ваше заблуждение не только базовое. Они будут миллионами, которые у вас читают. Потому что вы не сдаетесь. Вы печатаетесь. А он это всё пропагандировал прям с такой, знаете, настойчивостью. Ярого фанатика. При каждом удобном случае он говорил бы о вот этих вот вещах. И поэтому просто церковь сначала не через Амаафию, а через вот такое обращение, что ну что ты делаешь, ну прекрати. Ну давай, присядем за стол. Спокойно поговорим. Еду с собой. И он считал вообще, что церковь как организация, но только не организация, она вообще не нужна. Парадокс. Толстой жил в то время, когда еще живы многие в Олзинской станции. Толстой является современником Иоанна Миштасского, Алексеем Ильичевым. Многим удивительным святых людей. И он этого не замечает. Он говорит, что церковь одни придурки, одни, значит, черные, необразованные там попы, брюхаты, которые вылевают, закусывают, которые сами трудные и так далее. То есть всю иерархию исходит до уровня какого-то, я не знаю, больших видов. И это, конечно, питанно это слово, потому что, при всем при том, если бы он обратился вот к кому-нибудь из нас, он мог это сделать спокойно. То, наверняка, жизнь его могла быть совсем на этом ключе. Поэтому в 1901 году уже Священный Сином принимает постановление о том, что Лев Николаевич Толстой изначально являлись, как сказано в определении Священного Синома, русским порождением. И в православное докрещение воспитались, что граф Толстой, в прикрещении гордого мастерного, дерзко восстал на Господа и на Христа его, и на святое его стояние. Явно пред всеми отрекся от скормившей и воспитавшей его матерью церкви. Явно пред всеми отрекся от церкви. Ведь церковь отреклась от Толстого. А Толстой явно и пред всеми отрекся от церкви. Церковь сейчас в этих постановлениях просто свидетельствует. Почему это было важно? Чтобы вы понимали, как вы отвечали, то, что говорит Толстой, это не церковное значение. То, что говорит, проповедует Толстой, являясь, а уже являлся такой, по номинальному своему принадлежности православного христианиного, являлся в этом и православном причине. Вот для чего надо было это определение. Ни в коем случае Владимир Кирманович. Кубрин не совсем помнит, что произошло. Даже написал такой рассказ. И многие верят этому рассказу. При всем величине Грина, вот здесь он влет. И влет безбольный. В этом рассказе он пишет о том, что повелели по всем церквам, зачитывать вот это вот проклятие. Якобы, выходил к батюшке, нам вон, и по всем церквам России звучало проклят Лев Николаевич. Другого не было. Никто это не читал. На каком огне. Это вышло просто постановление Синога, и он опечатали. В переводике, в печати. Но никто не говорил о том, что... Смотрите, чем заканчивается вот это определение Синога. Посему, свидетельствуя о подпадении его от церкви, вместе и молимся... Твои церкви молитву за Господь. Да подаст ему Господь покаяние и разум выстилит. Молимся, благосердный Господь, нехотя и смерти брежней. Услыши и помилуй, и обрати его ко святой Твоей церкви. Аминь. Понимаете, чем заканчивается молитва? И вот эта молитва, почему-то ее не то не увидим. Из образованной части русского общества все стали проявить позор от церкви. Говорить о том, что вот какие там жестокие люди. Такую величину. Такого писателя. Такого мы свидетеля вдруг предали нам. Кстати, подписали постановление Синога. Наши будущие мы сегодня называем «новые местопедники и мученики церкви русской». Те люди, которые за истинную Христову отдали самое ценное, что у них было. Жизнь свою. Высшее отключение. Например, Смирянный Владимир, митрополит Московский и Коломенский. В 901 году она заняла Московскую карту. Потом за отключение Распутина. Очень такое громкое. Его переведут сначала в Петербург, а с Петербурга уже перейдут в Киев. И вот в Киеве в 1918 году, Пойдя в лавру, всего там несколько красноармейцев пьяных, со штыгами. Все на пять человек. А в лавре, представляете, сегодня сколько, какие условия. А тогда сколько было? Там до тысячи монахов было. Человек пятьсот трудников, наверное. И сколько еще половников. И ни один из этих людей, если было даже триста монахов Сталина, эти красноармейцев наваляли бы, там бы их отмели. Ну, я к примеру говорю, конечно. Не надо было это делать. Но ни один из них не заступился. Владыку вывыкли по всей лавре и все это видели. Пинали его там. Избивали, выбили за ворота. И штыгами там до двадцати штыговых ранений убили. Это была самая первая группа. Одна из самых первых травей на русской земле. Вот так просто эволюции стали обращаться к европейским. Вот он подписал это определение. То есть это, конечно, не было как риск. Назвать его турманом каким-то не нужно. Или, например, Антоний, тогда он был сам Петербургский ладошник, который Харпанницкий. Он возглавил потом русскую православную церковь в эмиграции. Один из претендентов на матриарш и кристаллу. Он был тогда Арсений Станинский, Тихон Беларин и Антоний Харпанницкий. Выбрали через репи, через промысл, будет Тихон Беларин. А Антоний, конечно, принадлежал к тому числу ученого мунашества. Был очень разумный человек своего времени. И обожал стать властями. Любил его писать. Но вот эти вещи, конечно, сегодня. Ничего я вам не говорил. Потому что опять то же самое. Вот сто лет прошло, и опять образованная часть русского общества. Опять, наверное, то же самое. Ну вот, а что ваша церковь? А чего вы добились? И что вы сделали? Он был Толстой. Был Лоня в вашей церкви. Был христианин. И вы, не понятно ничего, его обучили, его продлили. И от него отказались. Поэтому это, конечно, мы Толстого не отказываемся. Толстой стоит у нас на поле. Он стоит, конечно, в первую очередь, его первое произведение. Когда он еще истинит, он был христианином. И пытался его думать. А дальнейшие вещи, ну, конечно, их можно читать. Потому что поймите, что вы ничего не запрещали. Это, например, в обществе старой жены Башкина, который называют себя таким образом, мы их называем «свете лигу». Там вы решили только одержимую. Все. Больше от тебя ничего не дадут не читать. А здесь, пожалуйста. Только надо быть немножко готовым. Если человек сразу придется в эту мразь, в эту холу, в эти такие темные вещи, и прочитает христианские повешенные людей, ну, это очень больно победить самому человеку. Надо немножко сначала познакомиться, может быть, с имами, со своими отцами, с православным учением. А потом, пожалуйста, почитайте эти вещи. И все будет очевидно. Поэтому, конечно, церковь болится за Толстого. В том плане, она молилась при жизни. Посмотрите, мы не можем болиться. Он отмечен. И он умер беспокояний. И на могиле у него почему трагедия? Русский человек похоронен даже не на кладбище, а где-то там бассиновые овощи. И могила имеет самого главного, что есть у Толстого христианина даже. Креста. Вот этот маленький хуй. Вот этот базар еще. Который, я говорю, он где-то западе. А что в основном? Ну, он похожествует и все. К сожалению, такая трагедия есть в нашей культуре, в нашей церкви. Но она получительна для нас. Через призму его трагедии мы можем избежать сегодня в нашей полной жизни очень многих ошибок. Так вот, в отличие от Толстого, который истину виден в уме, а наш ум он поврежден. Как бы мы это бы хотели? Человек в том состоянии, естественном, которое он себя называет, это поврежденное состояние. А чем он поврежден? Человек. Первые годы были. Гордынии. И вот после этого у нас входит и болезнь, мы мучаемся, мы стали стареть, и мы стали умирать. Мы такими не были добрых упадений Адамы. Ну, так это страшно, очень звучит, Которики вот так называют первородный грипп. Всегда в восточном православии, в русском православии это называлось первородным повреждением. Это первородный грипп. Он лечится? Да. Это не рак. Это не излечимая болезнь. Этот выигр, он спокойно лечится. И его излечил, почему? Спаситель Христос. По-другому исцелитель, потому что он восстановил в самом себе, сначала, в своей человеческой природе вот этот первородный выигр. И он показал, что этот путь для нас с вами. Как его можно достичь? Мы можем быть спасеными. Поэтому, смотрите, как интересно, говорит о истине, уже самостоятельно. Если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться сам Христом, нежели с истиной. Вот насколько глубоко ощущал Христа, Куда Михайлович. Ну, самое известное, конечно, произведение Достоевского – это «Преступление и наказание». Это школьная программа. И я всегда, когда мы разбираем это произведение, взываю один и тот же вопрос. А где там преступление? А где наказание? Вот Раскольников убивает столу. Это что? Это преступление? Ну, с точки зрения единического – да. Он нарушает даже уголовную правду, не имеет право никак не понимать жизни. Это преступление. А наказание – что тогда? А наказание – то, что он потопает на ад. Но с духовной точки зрения, и с точки зрения самого Достоевского, который создает произведение, это немножко грубое дело с ним. Вообще, вот я почему сказал, что патент Достоевского без православия невозможен? Потому что это великий мастер, который свои произведения тоже посвящает Богу, людям и православию. И есть такое утверждение, что Достоевский писал «Детектива». Ну, такое утверждение, скажем, прямо для дурачка. Потому что, когда такой великий мастер бьется за любое произведение, пусть даже на фоне детектива, но это все равно для Дмитрия Николаевича. И вот это как будто патентин. Причем он очень быстро там объясняет потом в ткани самого произведения, что там произойдет. Но тем не менее, по Достоевскому преступлением будет не убийство старухи. Убийство старухи будет наказанным, а преступлением будет его греховное намерение – убийство. Посмотрите, как интересно Достоевский показывает несколько стадий развития греха. Это же не просто так нас так и делали. Вот осудил и все. Нет. К этому ездить на каретану. Сначала появляется какая-то мысль, как назоревая муха. Она кушает постоянно. Сделай это. Иди налево или направо. Или поступи так-то. Обмани, укради. Но беда для человека наступает тогда, когда он вот эту назоревую греховную мысль не отгоняет, а что делать с ней? Он как бы в диалогу вступает. Он ее как бы немножко начинает себя принимать. Собеседует. После собеседования с этой мыслью наступает уже, как говорится отец, сложение, то есть сочетание. Он уже понимает, что вот эта мысль она, по сути дела, почти родная для него. Вот после вот этой стадии надо срочно убежать на исповедь. Все. Спасение будет. Беги на исповедь и говори, батюшка, о том, что сам уже не может справиться вот с этим оброждением, вот с этой страстью, вот с этой похоти греховной. Надо помощь. Надо помощь Христа. Христос эту помощь показал. От исповедия тоже свалится камень с души. Но, если после этой стадии ты эту мысль так и не смелла себе победить, ну что он так говорит, все, вот дальше я нашел. Дальше уже ты, человек, не свободен. Дальше будет именно тот самый грех, который мы называем грехом. Вот очень талантно это показало преступление наказания Костеревски, а Ваня Калинина, Толстой. Прямо несколько стадий развития греха. Посмотрите, когда сразу же грех оказывается на сколько. Ведь поначалу он просто обдумывает эту идею. А идея какая? Раскольников это не просто урод, не просто маньяк. Это человек с совестью. Это человек, который допускает убийство по совести. А какая совесть? И логика она безупречная, просто она порочная. Но он говорит так, что вот есть какая-то вредная сторона. Она живет и от нее принципы никакой пользы. Она с ней так склонна. Она еще деньги дает там в рост. Ну то есть подмановские проценты. И так далее. Но если я ее убью и возьму ее деньги сколько добра я могу сделать на эти деньги? Сколько студентов я помогу? Скольких я избавлю от ищения? Скольких от каких-то там пороков и так далее? Это я укупил одну сторону, а спасется там ну 20-30 человек. Очень красота. Вот такую мысль это позволяет для себя раскольник. Вообще преступление переступить. Переступить какую-то черту. Поним? Переступить по сути глазам Бога. И раскольник поначалу для себя это позволяет. Он уже готов. Вот где его уже преступление. Не убийство старухи, а внутренняя готовность Бог к убийству. И Христос говорит в Евангелии сказано древнее не прелюбодействуй. Ну то есть не изменяй. Найди себе красавицу молодую или постаршую какую-то очень жили или поухаживанию или познавшую. Женись и наслаждайся до конца. Любите же друга. Ну ты ж потом не верный. Ты ж потом не смотри там не пропускай каждую встречную как-то привычную. Вот о чем будет христианство. И Христос говорит каждый человек кто в мысли своей в голове своей прелюбодействует женщине уже согрешил. Поним? А как женщина согрешила? Еще никакого греха. А уже вот твоя готовность во времени к этому она уже приведет тебя потом ты мышки свободны. И Настоярский прекрасно доказывает почему не словами расколика. Вы помните? Он ученица все-таки. Он уже не просто тут берет топор убивает в сторону. Он думает потом. А все-таки он тварь дрожащая или право имеющая. То есть он такой вот Наполеон который может вершить судьбу мира. Или все-таки он вот та серая масса которая кому-то боится и ничего не кинует. И он мучается все-таки делать какое-то или нет. И подслушивает разговор. Вот здесь уже его видят бесы. Прям ямно видно. Подслушивает разговор на сегодняшний день. Оказывается в один прекрасный день в 7 часов вечера сожительница вот этой столовой ее сестры не будет дома. И все. Достоевский пишет исключительную психологическую деталь. Он вошел к себе тобой как преговоренное. А кто не преговорил? А вот эта макияна. Она уже затянулась на души. И даже если бы он теперь не хотел поздно это духовный закон. Такой же закон как вот этот закон тяготельный. Все. Лезть все равно что хочешь. Хоть туда его кидают вот сюда. Он полетит здесь. И вот эти духовные законы тоже обязаны знать. Они помогут нам избежать многих подобных камней нашей духовной жизни. И вот поэтому после того как все-таки расходы убивает за руку мы говорили о том что это человек совестный. Какая же рука мечтается на него? Это же ад. Ему не милый есть правый сверх. Мать приезжает с сестрой больше их у никого не будет на этом свете. Это его родная граминочка. Он ненавидит его. Он им причинялись страдания. И сам вот этого он учился. Он не может даже с ним поговорить нормально. И впоследствии там есть удивительная такая деталь. В середине как бы всего романа в четвертой части в четвертой главе такой энергетический узел этого романа Раскольников просит Сонечкина чтобы она читала Евангелие. И если об этом говорит значит Достоевский это не просто так. Если он цитирует Священное Писание он всегда Священное Писание цитирует Курсиль Маторский. И что читает? Вспомните сейчас Раскольников просит. Какой эпизод? Какой эпизод? Он просит прочитай мне эпизод Воскрешения Базаря. Вы помните это чудо еще есть? Христос много чудес творит. Который отрицал Воскрешение человека не просто мертвого. Помните мальчика воскресился на несколько дней. Просто он еще можно сказать был свеженький, тепленький. потому что хоронили рам 50 градусов в тени бывают порой на ближнем мастуке. И там и ждали третье время. Умирает человек сразу не сон. И вот выносили из города и он подошел к нему и буквально прикоснулся к нему мальчик встал. Многие же таковы не сказать таковы негумерамы. Летаргический сон. А он просто как экстрасенс или как я уже не знаю кто подошел и восторг звать на даме. Почему понадобилось вот этого диктора насчета? Лазарь был три дня в голову. Там уже от Лазаря ничего не было. За три дня в Востоке уже такое приемление происходит. Даже родные сестры говорят Господу не надо отваливать камеры. Устырди. Даже они это их родной человек врезали в душе. Христов их нет. И он по ритре по всем деленам и рукам и ногам выходит от Туда. Лазарь Градион. Всего три слова. И Лазарь труднервный воскрешен. Такой же труднервный Лазарь такой же труднервный является Раскольником. Потому что именно на третий день своего убийства он бросит какую-то сумочку. Удивительно блудница и убийца читает Евангелие. И вот тоже многие не понимают что такое церковь. Наша церковь это церковь блудница. Это церковь убийца. Это церковь воровых покаявшихся. Раскаявшихся. Которые примет для себя решение больше не превращаться. И у нас очень много таких людей. Поэтому сейчас Матроскольник читая эту Евангелие он еще сразу веру конечно не облетел. Покаянивается. Самым главным условием для веры в его любви. На то что они сейчас читают именно этот эпизод. И именно этот эпизод стали потом плотом его воскресенья. Это конечно народного воскресенья. Потом Тостоевский пишет такую деталь. А вообще Ницше в начале XX века называл Тостоевского главным психологом нашего времени. Даже Ницше прекрасно понимал какие вещи писали. И вот он напишет о том что их воскресила любовь. И Соня потом отойдет от той страсти которой она тоже по-разному там поделит и Родион Романович воскреснет уже через кадр через покаяние к новой жизни. Поэтому преступление и наказание это величайший роман который надо просто там в школьном программе изучить. Иногда даже полезно просто не читать. Тем более в Тирею Кляну. Многие из нас там живут. И чем хорош Достоевский сегодня можно посмотреть прям тот дом где жил Раскольников. Вышел конечно в романе. Тот камень куда он потом скинет эти ограбленные вещи от старухи. Те улицы которые прошел обдумывая свой план. Тот трактив в котором и так далее то есть удивительный реализм самого Достоевского куда он как бы высылает свои дни. Тоже самое эти стадии на свете греха есть в Мониколе. Причем если Достоевский знал Тихонцов он был начитан евангелием в толковании с Тихонцовом но вот здесь удивительный талант литератора. Иногда художественным учитьем они могут такие вещи вызывать что действительно делу даешься. Посмотрите он на колено. Она что сразу изменила мужа? Вот сразу подражала и изменила ее. А что произошло? Произошла та же самая сначала вот эта муха назойливая мысль о флоде он и и и и и и и и увидела как он встречает мать и потом она стала замечать если она едет как просто о светской раме и если она его там не встречает в Ронском она разлучает посмотрите она уже собеседует 10% мыслях грешных греховных а потом уже все а потом же исповеди не было а потом же покаяния не было а потом молотун это произошло как через год сегодня такие вещи происходят нам долго раньше а тогда это все таки 19 века и почему пишет этот роман холстой он переживает очень серьезный духовный кризис в своей жизни а в 60-е и 70-е годы 19 века был очень серьезный кризис фактически такой же как и сейчас сегодня всегда традиционно оплевывается у нее кидают многие такие острые моменты говорят о том что детей много не надо ищут кладить и вообще смотрите браки вот мужик с мужиком оказывается это брак это никогда никогда это всегда была не норма это было всегда это было но никогда это не было брак это только мужчина и женщина не то что мы можем жить и так мы можем но тогда вот эти вещи пусть не явно они возникают евронский не зря его на черте очень хорошо он стоит он как бы являлся но таки правозвестник как того кто скажет что семья не надо семья не усталевшие дети угни жена это все уже провоняло это все уже ушло а что надо холодного скачки а что надо вечеринки тусовки а вот эта жизнь одна она 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 не надо ее прожечь поэтому роман называется Анна Карелина и как вот удивительно мы проходим мимо такого такой титан но его можно спокойно назвать еще Лёвина Китти там половина романа Анна Карелина рассказана о Карелиной и Вронсках а половина о Лёвине и Китти кто такой Лёвин кто это читает в мире но правильно все таки Лёвин потому что Лёвин это сам достоин а Нева он просил своих домашних чтобы у него домашние автоматы называли вот такое вот было принято употребление Лёвин это он сам и он в отличии от Вронского это его антиби Вронский потерял его и не вернулся и отрицает традиционные ценности Лёвин через неверие через сомнения через такие вот какие-то внутренние свои посылки теперь возвращаются он ленчается с Китти он обретает цирк он обретает веру кстати видал Гореша Казар замечательнейший наш режиссер экранизировал Анну Карелину но опять же таки он выкинул ну половину лёвкого можно сказать этого романа там ничего не сказано о Лёвине и о Ките просто рассказано вот это падение Анны Карелине кстати любой грех суицидарен любой он это не вина моя пред Бога вот я совершил и тебе дубов Господь несчастный не вина будет по голове нет на Господе есть любовь у Николёвина не предвиду совершая грех я наношу смертельную рану самому себе и поэтому то что совершила Анна Карелина она все таки потом приведет вот этот поступок ее к тому что он кинется под поезд это суицид но любой грех хороший человек кстати Толстой ответил на тот вопрос который научил многие пониманиях людей когда написал в русске она помнит Татьяна она же любит Анния она уже замужем а кого она любит мужа своего или Аннияя да Аннияяна до сих пор но она что говорит она его отдал она и века она и века она за Аннияя не идет а Анна Карелина пошла и в большее что случилось и с Татьяной и то же самое вы бы ее И вот поэтому, как мы с вами, например, отрицали юридическую галлю Толстого, можем не читать о том, о спиртном произведении. Это замечательное представительное произведение, которое очень много улучшит у нас и сегодня. Война не менее. Ванда не менее. Вы знаете, даже многие культурные виды сегодня были. Мы же с нами не сказали, что это был барбер, но цивилизованные культурные люди. Как-то мы не забываем об одной вещи, которая тоже произошла с у нас на полу. У нас же русский язык сегодня такой. У нас же реформа была. Которую у нас в паре, ну, если так коротко совсем. Ядь из ядь. Помните, сегодня есть еще и артография старой книги традиционной. Там не е, а такая вот буква, интересно, ядь называется. Когда там писали не они, а они, и так далее. Когда в конце многих слов согласны, твёрдый знак ставится. Всё это правильно. Сегодня открывается слово, мы его читаем, и Боголя, и Достоевского, мы его читаем в оригинале. Мы их читаем уже по вот этой современной афлографии. Хороша ли она? Большой вопрос. Её не принял и Богом, и то же самое, и Шмилев, и Ильи, и в эмиграциях где-то все находились. Вот. И говорили о том, что что они там делают. Они уже там всё равно загадывались. И просто там надо поменять устройство. Надо уже вот такие вот твердынии густом, на которые всегда постоянно русский надо поменяться. И вы знаете, такой реформы не знает ни один из оригинала. Вот. Английские дети, когда идут в школу, они читают шекспира в оригинале. Потому что реформы только не имеют. Английский язык как бы, оригинальная станция. Французы читают в оригинале в своих классиках. Мы читаем всё-таки уже их не совсем оригинале. Наиболее ярко это можно показать военных войны и мир. Сегодня мы как пишем? Война и мир. Ну, мир наш и, да? А вот слово там совсем непорядное. Источка не называлась, да? Английская война. И мир он подразумевал. А этот мир он означает не мир в смысле отсутствия войны, а мир вселенной, общества, людей. И вот поэтому он хотел показать, как пропуск Божия, зачем вообще общество, вселенная называет самыми отечеями. И как это общество, по нашему планету, своеведет. Это очень актуальное произведение на все времена. Потому что будет навсегда. Всегда человечество хочет счастья, любви, комфорта, благополучия и залило просто всю историческую арену человеческой крови. Через эти реформы, через революции, через мир. И вот поэтому его сегодня произведение, когда мы будем читать, оно тоже актуально. Сегодня очень много войны. Сегодня очень много реформ. Сегодня очень много этих людей. Везли его слова все старое, простое новое и так далее. И удивительным образом этим вопросом мучаются и князья, и графы. Он самый точный, наверное, ответ дал простым крестьянам. Платон Каратай. Такой положительный образ всей этой эпопеи. У нас, кстати, в русской литературе эпопеи очень мало. Вот «Война и мир» и «Тихий дом». Все. Всего два эпопа. Больше литература наша не знают. Причем, чем хороши эти эпопы? Там где-то 700. Ну, там, Достоевского и Толстого даже чуть меньше персонажей. Из них там порядка 250-300 – это явные, натуральные исторические дети. Их думают-думают. Но остальное пришло это писать. И вот в «Войне и мир» есть такой визот, когда Пьер Безух, тот, который приезжает наследовать великое достояние. Потом война. Он в масонскую ложу нечисло многое ищет, кстати. И эти попытки, они потом уменьшились. И сверху приходят сознательно по насланию. И вот потом, когда он оказывается в плену, он сидит, вот этот вот барин, вот этот вот аристократ, спиной в спине к простому крестьянам. Слава Платон Каратаеву. И вот он эти вот мученицы многими вопросами. Причем Платон Каратаев болится. Ужасно. Так, конечно, болиться нельзя. Он там читает эту молитву. Там он и Господа призывает, и Богородицу, и Теремона, и Эболая, и Фоа, и Лава. Ну, знаете, так все понамешано. Но удивительная фраза. Не нашим умом, а Божьей историей. Многие вещи здесь, на земле, быть до конца, понять не сможем. Ведь Кирилл, когда-то в Стоя-то еще понимал. И понимал очень о чем я. А промыслы о Божьем действия в мире иногда с открытыми вещами. Но то, что этот промысл был огонь, и он спасительный. В том числе иногда и через войну. Это, конечно, великое дело. Потом, вот этот момент, который прекрасно отображен и в самом романе, и в экранизации Мандарчука. А вот когда мы Мандарчук ставим в советское время этот фильм, надо понимать, что это первый русский блокбастер. Тогда он таких сцен, огромных исторических, вообще не было в природе существовало. А вот эти уникальные носоки. Вы помните там замечательный момент? Когда сто и об этом пишут, наверняка очевидец этих событий не только толстой, а Федор Глинка, наш известный офицер, он был двоэт. Он пишет о том, что сто тысяч человек, войска, одновременно с ним генералом, падали на колени печали и кричали «Матушку Бесу». Потому что везли по приказу Кутузова удивительные святынии от дегрителей. Смоленскую она называлась по месту нахождения своего. И потом принесли еще и Казанскую. И вот перед этими святынями Кутузов на камеру пролился возражение, совершая молерию. И понимает русский народ, у кого вот перед такой битвой надо просить помощи. Не на свой ум, не на свою физическую мощь, не на даже талантливого Кутузова надо надеяться. А заступи в замысевании, а на тему гормышке. Помоги, заступи. Вот так и обращались. И вот это все войско на коленях и спрашивающее благословение это благословение получило. Французы до сих пор считают, что Бородино – это их победа. Почему? Потому что они меньше потеряли там людей. Но мы-то знаем, что после этой их победы в капычках они побежали из России. Потом в синий мороз, они в тряпке закутывались и так далее. Мы, конечно, потеряли очень много мнений в этой сече, но это стало таким переговорным моментом в этой войне. Поэтому, ну как мы сегодня со своих полок разве вы думали, как в нацистской вермарии, шикарно-толстонной войне? А на Карелии? Да нет, конечно. А после Буала? Маленький рассказ. Он замечательный. Он тоже по сути своей христианский. Поэтому вот Лев Николаевич Толстой, он посещал неоднократно, оптимый русский. И вот опять, конец всему делу Венеции. Достоевский умирает. Он просит, чтобы позвали к нему жену его, детей. И знаете, какую причину он просит, чтобы он это читал? Прямо он читатель общался. О блогом сыном. Понимаете? Человек сейчас перешагает вот этот рубеж, а он себя до сих пор, уже обратившись, уже написавшись, братья Карамазовы, преступления и наказания, там, бесы, величайшие свои произведения христианские, он ощущается блогом сыном. Тем сыном, который когда-то ушел от своего небесного Отца, сейчас он пойдет его объятия, «Только ты, Господи, меня прими». И как умирает Толстой? Он покидает ясный порядок. Все считают, что это псих. Ну, с ума сошел человек. Убегают исты. «Уйдите силы до бужья. От жертвы, бегите». Даже не из ясных порядок. Из Петербурга куда-нибудь в комиссии подпуск. Я учаю на баню со мной послужить, и он жанату скажет, что-то такое с головой. А он убегает не куда-нибудь, а хомкину пусту. «Он уже, а нафигаас трудный». Сам потом уже ответил на его определение. Он сказал, «А почему они там какое-то определение приели, если надо, если я и сам этому могу доказать? Да, действительно, я оттопился. Они меня, а нафигаас трудный. Это я, а нафигаас трудный», он скажет, церковь. И поэтому он все-таки под Моптиной густен. И топчется у кельи преподобного области. Вот этот скид Моптиной. Справа от колокольной, прежде чем войти на территорию скидра, это кельичка преподобного области. Она не вести до сих пор. Ее показывают воломниками. Может быть, к себе длили диванчики, помолись за его ободочки. И он торчется. Он думает, что если он туда войдет, то он туда не хочет войти. То они ему скажут, что я нафигаас трудный церковь. Иди отсюда, пробуй. Это глупость, конечно. Не то, как я сказал, все более преподобного области. Он так и революет. В скид. Будет ходить там жить. И потом, уже когда узнают его в воспитанке, что он оказывается за Моптиной, приедут они за ним. Приедет его жена. Но не хочет, не хочет с ним общаться. Приедет его сестра Александра. И вот она скажет, давай дальше сюда поедем быстрее домой. Да возвращайся. Какие тут пустыни? Какие тут божьи? Понимаете, человек на пороге, можно сказать, уже своей смерти, потому что он склонен, он это предчувствует. Он хочет на себя очень самым главным способом жизни, а его быстрее, от святости, от чаши, от старцев уводят. Он заболевает, у него воспаление легких. Он не доезжает до ясного поля. На станции Остапова останавливает поезд. Просто в сон говорят, хватит, он не доедет. Надо срочно медицинское вмешательство, помощь ему. И все равно тогда овзинские старцы знают, что он недалеко, и они посылают к нему удивительного этого человека. Форсомофий Остинский, это русский офицер. Это человек, который не подстой, воевал, ранен, который любит Россию, знает, что такое Бог. Если вы, вот эти два офицера, а он приходит к нему с даромосицей, когда он не служил в области и Туркии, а заранее освященный даром, приходит к нему двойному человеку. Устарцы говорят только о России. Если не надо публично, вот здесь еще сказано, что публично он не должен покаяться. Не надо никакого публичного покаления, он болен. Если просто он скажет, каюсь и хочу причаститься, причащаю. И это скорее, ну, история не знает составляет его на линии, но скорее всего это было произошло. Два офицера нашли его в общей зиме. А Саной Феоптовский, благодарный старец, и те вопросы, которые мучили Толстого, насмертно подъем, он бы помог, и он бы решили. Но беда для Толстого была в том, что уже его окружение даже ничего не сказало в том, что за коровом двери с дарами его ожидают и Саной Феоптовский. Не пустили. Потому что боялись, что сейчас Толстой покалится, а значит, что все вот эти его взгляды, вся его толстовство, вся его ремень, и в итоге нашел какой-то подпост, не надо. Не надо. Мы не хотим возвращаться в церковь. Мы не хотим везти влюбления. И поэтому Толстого к сожалению уходит вот в бедне для его священия с дарами для напустанных, безыстных, безыстных клиентов. Это, конечно, страшно. Но удивительно, что в его жизни были люди, которые были очень близко церкви, его младшая сестра, которого он обожала Мария Николаевна. Она была населенностью амбросинского женского монастыря Шамотина. Это недалеко от Утино-постоля. Ее уходно окорблял такой монастырь амбросинский. И он туда часто тоже приезжал. И он однажды, когда приехал, она познакомила его с Игуменей, когда он пообщался с Игуменей сказал, значит, ну вот, хоть одна умная из этих шестисот будки находящихся. И когда-то, потом она подарит ему маленькую тарелочку, ну, такое сувению, чип из монастыря. И напишет городу про Льву Николаевичу от одной из шестисот дур. И он будет хранить эту тарелку и сам из них. То есть, ну, близко для него по себе. Ну, мучился он. Знаете, вот, человек, который реально муж дал, муж дал, и, к сожалению, так вот и не облил. Но анафема – это же не означает член профит вечности. Что такое анафема? И артист Николай, который знает греческий язык лучшим янодором, не даст мне соврать. С греческого языка, если мы приведем слово анафема, оно буквально будет означать поставить перед кем-то. Анафемой церковь поставила Иван Николаевич Трастой не перед своим судом, а перед судом Божиим. Она констатировала тот факт, что церковные возможности, вот эти, которые даны ей на земле, они все исчерплены. Он не слушает, он не идет этим людям. Поэтому, Господи, полагаю все на Твои будут. Умирает человек, наш хвостник, на своем храме, мы приобщаемся, мы Богу благодарим, что мы взяли сколько наших друзей, сколько наших славян, сколько наших хвостников, полагающих на церкви, будто он умирает. Она же тоже мучает этот вопрос, а что теперь с ним? Свечку же я не могу пославить, он не крещен. Отпеть я его не могу, раскопить я не могу, что мне с ним теперь делать? И вот потом кратаю, Толстовский же, не нашим домом, а Божьим судом. Господь судит, и церковь судит. И теперь уже, вот этот амфимастовый церковь поставил Толстовом после переговора. Мы не знаем его вечного участия. Мы не знаем. Спасит его Господь или нет? Это теперь дело Божие. Но, к сожалению, тот его творческий путь, его строительство, которую он проделал, он был не до конца в ограде церкви. Поэтому истину, которую Тостоевский нашел во Христе, в его церкви, оставленной на земле, к сожалению, Толстовский нашел вот в этом уме. и братцы его. И, как сказал Толстовский старец, Абрам Арсанов, после того, когда узнал о его смерти, что его истинули. Лев был, действительно, был и лев. Но так и не судьба. Разорвать те цепи, которые сковал для него сатана. Вот. здесь бы, хотелось бы закончить, конечно, вот таким, ну, посылом, что ли. Действительно, знать, величайших сынов в земле русской, знать их произведения, даже знать, немножко, их жизненные люди, для того, чтобы в современных реалиях можно было вести, но мы обязаны это делать, кстати. Обязаны. Мы должны, как говорит апостол Тотер, дать кротко и смиренно ответ о нашем умовании, о нашей линии. И вот поэтому, на вот эти вопросы, а, что было с Тостоевым, а почему так церковь жестокость не поступила, мы сегодня можем спокойно сказать, абсолютно можем. Это та же самая церковь, наша русская православная, которая отвечала от Толстого, которая молилась за Толстого, которая призывала Бога Ярия, которая любит Толстого. В семинарии мы изучали очень глубоко, его одни элитры, после Мала, и Анны Каренины, а это же все эти произведения. Знаете, мы заканчиваем уже наш разговор о двух великих классиках. Хотелось бы, конечно, рассказать о книгах вещи Достоевского, через которую, ну, многие грехи и хотели, братья Карназовы. Причем, как я уже сказал, сам Достоевский хотел написать еще продолжение. Вот в чем оно заключалось, не совсем понятно. Если у Дорога Душек там было понятно, что он хотел дальше показать, он показал грех, дальше хотел показать преображение, и праймер. А тут как бы не особо понятно, что он хотел. Но такие замыслы не могли. Тем не менее, такое произведение оставляет и открытый финал, и многие размышления. Но самое главное, он здесь, у Сберны, показался танцам. Если в русской литературе вы знали, кого показывали, аристократов, прекрасно знают, как жили дворяне, как они говорили, как они танцевали, как они там по другому встречались, мы знаем, как жили купцы, мы знаем, как жили крестьяне, мы знаем даже, как жили нигилисты. Дорогенев показал это замечательно. и очень сильно. Но, как раз, первый изобразил, например, Лескова. За это большое спасибо. Кстати, под влиянием Толстого, он потом самым зовет себя главным Елисиархом всей России. Лесков очень омерзительно будет относиться к личности, к Маштадскому. Он будет считать, что это как будто полугога, недолугого просто какого-то. И почему он столько чуществует, он так и не ответит на это волос для себя. Плюс, все при том, жил еще один старец, веларет, Черниговский, в его время, и его, он, уважаемый почитал, на самом деле, тоже изначально нет. Но, я к чему хочу сказать. если не сколько показывает духовенство, это старчество, вот этот феномен, удивительный, который нам был явлен тоже в 12 веке, фактически. Смотрите, так ярко, когда он процеловал, именно опытское старчество, через Баисия Печковского, потом, через Октябрь Пусты, пошло в нашу жизнь. Вот. Его, конечно, очень точно изобразил братья Карамазова Достоевского. Братья Карамазовы читали в Советском Союзе. Читают и сейчас в Безбожном Китае. Читают и по всему миру. И вот, конечно, соприкасаясь с этим ленотом, многие изводители апостолов, кто такой старец вообще? Вот этот Зосима, который показал очень предстателем Достоевский, и там есть целая глава из получения старца Зосимы, это не получение Достоевского. Это тоже он как он играл, убисывал своих отцов, так и Достоевский. Выписывал Тихона Задаловского, Апросия Кобзинского, и Ана Задаловского, и Ана Задаловского. И вот, чем, конечно, замечательнее Достоевский тем, что в этом романе, с точки зрения юридизма, он тоже, как бы, казалось бы, с одной стороны, что он преступник наказан. Кстати, преступник наказан не тут, потому что отца Карамазова убивает не тот его сын, который ему этот наказан, хотя все улики против него работают, он убивает его, приемный сын спрадиков. Но закон приписан, что все улики, если работают, все чисто, что называется, с внешней стороны. Вот страда, невинный человек. Отсюда, понятно иногда, когда защищается то, что нельзя отводиться не от указа. Потому что расстрелять можно просто под кто не видел. Хотя все улики не показаны. Но он показывает, что вот это зло, которое существует в этом мире, это прекрасная пипа. Каким образом можно бороться со злом? В нашем отечестве сто лет назад бороться со злом стали внешним способом. То есть надо убрать кого? Источник зла. А источник зла готов. Конечно, царь. Конечно, указанство. Конечно, вообще все те люди, которые бороться не так, как мы. Которые не совпадят с тобой. Царство больше 200 земли. Поэтому вот эти расстреливы ужасны. Посмотрите, сегодня столько осталось из сословия по реализованному у нас стране. Фактически только два сословия указанства и офицерства. Казаков, пусть не огорчаются, конечно, современные казаки, но не сами, так говоря, в том понимании, в котором существовали у революции фактически сегодня нет. Купцов современный предприниматель это не купец. Современный предприниматель имеет большую физическую службу, которая составит этот договор таким образом, чтобы его обезопасили, чтобы его не кинули, чтобы он сам где там приел. Купец просто руку жал, пускай. На миллиарду истинут. Говорим, если да, но если нет, то нет. Купцов мы сегодня не имеем. Творянский. Он где творянский? Но есть какие-то там выживающиеся по Франции, но их же сегодня фактически нет. А вот духовенство как бы там ни хотели, оно тоже, конечно, уже может быть в том виде, могу сохранить. Офицеры русские тоже есть, и часть русской не сравнивается. И вот поэтому сто лет назад со словом подразумевали таким образом. Вот предупреждают о том, что зло возможно таким образом скрыть. Зло надо преодолеть. А как оно преодолевается? Мы, когда будем смотреть Лугакова, мастер говорит ему культурную книжку, мы тоже там расскажем о том, что зло можно преодолеть не и внешними какими-то способами, а только внутри самого себя. Зло заключается в нас самих. Те люди, которые провозгласили, что это знаков надо жить, на самом деле ничего не понимали. И ничего не знали. Христос говорит, слепой, как это слово, олоб упадут в яблок. Слепые нас вели. Вели в безбожный мир, вели в мир огромная традиция, и привел только кровь, только пытка, только насилие. И те вещи, которые потом, вроде бы там солидарность, братство, свобода, честь и достоинство, достаточно сомнительны. Особенно было для тех людей, которые прострелили. Иисуса и Зависия. Где здесь свобода? Где здесь братство? Где здесь какие-то предопределения? Поэтому братья Каранасовы и Достоевского это прекрасное произведение о том, что одолезть зло можно только через самого себя. И наша литература это зло преодолевает через свои герои. Через вот это неверие они возвращаются к вере. Даже Сандыков Щедри, уж настолько человек, относящийся холодно и к вере, в церкви, пишет такую семейную ролику, если она была уголовлива, и в конце этого произведения Иудушка, так назван там главный герой, ужасный тип, из-за него помирает там почти вся его семья, братья и сестры, и мать. Он, а с простой недели, идет в церковь к распятию. И через распятие обретает этот умение с вами. Поэтому, заканчивая уже два взгляда истинного опыта людей, тоже хотел бы сказать, что это достояние о жизни. Мы благодарны Федору Михайловичу и Ивану Николаевичу за их жизненный путь и за их бесполезные произведения.